Привет, дорогие друзья! С вами снова я, Анна Ракаева. И сегодня я снимаю замечательный влог. И не простой. Сегодня я с вами хочу поделиться прекрасным фотографом Алина. Кстати, она вообще с детства живет здесь, да? Да. Ну, это очень интересно. И профессионал своего дела Анечка. На мне сегодня макияж и прическа. Ну что, если вам интересно, оставайтесь с нами. Может, правда, вам интересно? Нет, с бинтой. Ага, спасибо. Давай, сейчас я. Вы что-то взрывай, да? Сейчас, стоп, давай. Давай, так, взять. Держи, держи, держи. Держи, держи. Держи. Держи, держи. Ааа... Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, оп, 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 ручку в сторону, вот так вот, оп, смотри, вот так вот, ручку в сторону. Хорошо? Смотри на него. Так, какие звучат? Улыбнись мне, доченька. Ты выровняешь? Оп. Улыбайся, 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 ты не будешь платье снимать? А тут я, ну Жаську, поцелую, кузик обню, вожу еще, нахожусь, да. Субтитры делал DimaTorzok А что она говорит? Дорогие друзья, наш фотограф молодой Алина. Мы ей зададим три вопроса, коронные три вопроса. Как вы нашли себя в фотографии, что вас подвигло, что вдохновило фотографию? Я вообще раньше, мне было 12 лет, я раньше просматривала в различных сайтах, в интернете, фотографии. И захотела себе тоже фотографии. У меня был раньше маленький фотографий, без них все фотографии. Здорово! Девочки, тихонечко. Второй наш вопрос будет к нашему молодому потоку. Какие же планы на будущее и цели какие есть на будущее у вас? У меня есть цель больше в ваших фотографиях надвигаться. Может быть, в журнале Волк хотите сниматься? Ну, это может быть, чуть попозже. Снимать вернее. Хорошо, отлично. И третий вопрос. Вы всю жизнь хотите посетить фотографии, либо хотите совмещать с чем-то? Это будут ваши формы. Нет, я буду отдавать всю жизнь. У-у-у, здорово! Тогда мы желаем вам успехов! Анечка, ты у нас известная Анечка, потому что и на моей книге твоя тоже работа, и на моей книге твоя тоже работа, и на моей книге, и на моей книге тоже участвую, и на пляже. И сейчас в данном проекте ты тоже участвуешь. Анюта, скажи, пожалуйста, как ты пришла к этому красотетам, макияжам, прическам и еще в иностранном месте в Стамбуле? Во-первых, Анечка, я хочу сказать, что я тебе приглашу здесь к вам, за то, что ты меня приглашала к своим проектам. Я очень бы хотела, правда? По поводу, как я тебя нашла. Теперь, в самом деле, я инженер-прайдин-прайдин-прайдин-прайдин-прайдин-прайдин-прайдин-прайдин. Но у меня душа все время ругалась и чему-то такому, связанному с бизами, так сказать. Вот, да. Я, помимо того, что я работала на основной работе, у меня всегда по выходным, по вечерам я занималась, начинала заниматься ногтиками. Вот. И потом, конечно, когда я сюда приехала, у меня появилась куча свободного времени, и я просто не смогла упустить этот шанс, и мне так хотела заниматься реально, тем, что мне очень большое удовольствие приносит. Вот. Здорово. Аня, у меня тут еще вопрос. Была ли такая ситуация, ну, вот, знаешь, сложные клиенты, когда ты сделала макияж, прическу, и просто-просто шикарный образ, а теперь стали. Что-то мне не нравится, тени, переделайте мне, пожалуйста. Конечно, у меня была такая ситуация, эта ситуация была очень невестная. У-у-у! Да. И в тот момент я поняла, что с невестой. Мне просто нужно чуть-чуть другой, как бы, другой подход к невестам. Заранее все оговаривается, максимальное давление на то, чтобы сделать, конечно же, пробный макияж, прическу, это очень важно, потому что у невесты день свадьбы всегда настроение... Сколеблется, да? Да, да, конечно. И чтобы избежать, в принципе, таких моментов, мы лучше всего все оговорить заранее, а еще лучше сделать пробный макияж. Анечка, спасибо тебе большое. И желаю, чтобы таких лет у тебя не было и успеха, и процветания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!